И, в принципе, можно фиксировать показатели. Видим пинг. Пинг 26 мегабит. И скорость качки. Кто-то забрал 6 мегабит, но больше. Ну, тоже хороший показатель 68 мегабит. Мегабит это 75 может быть максимум. Да, тепловичный. И, соответственно, ждем показатели upload. Под 13 мегабит. Соответственно, заливать файлы и фотографии там в Инстаграм. Становится намного удобнее. И бесплее. Что мы еще делаем в интернете? Конечно, мы, наверное, смотрим видеоролики. Сейчас запущу видеоролик. И следует, наверное, внимание, главное обратить. Но скорость полосы прогрузки, да? То есть моментально подгрузилась. Да. Ты меня разоришь. Ну и, соответственно, мы, наверное, все в Инстаграме скачиваем какие-то файлы. Допустим, нам понравился какой-то музыкальный трек, да? Который весит 5 мегабайт. Давайте попробуем его скачать и посмотрим, как это. Ну, скорость загрузки 1 секунда. В принципе, это тоже показатель. Но максимальную скорость здесь, наверное, не следует. Обращать внимание, файл маленький, не успел просто разогнаться. Поэтому возьмем файл 20 мегабайт. Допустим, это какое-то обновление антивируса. Посмотрим, как здесь. Сразу видим, скорость уже возросла. Скорость загрузки максимальная 56 мегабайт. Ну и время всего лишь 4 секунды. Ну и третий файл 40 мегабайт. Потом он загружается, может быть. Есть варианты, что это может быть. Рефранный ролик. Да, какое-то небольшое видео. Соответственно, скорость загрузки 69,8 мегабит и время 70 минут. То есть можно сказать, что интернет становится к нам ближе, все быстрее, экономит наше время. Очень приятно.